Мой первый клиент был в начале 90-х годов. Это был нотариус. Он и сейчас нотариус. В те времена у нотариусов было столько денег, что о них даже не задумывались. Поскольку это мой хороший приятель, он просто стал моим клиентом, и он даже не задумывался о том, что надо было отдать. Это была продажа на 2000 долларов. И мне это было сделать нетрудно. Я просто рассказал. Он даже, по-моему, не задумывался об этих деньгах. Но это первая продажа. Мне дала такую мотивацию, что я это могу делать. Я увидел заработок, я увидел, что я могу делать продажу, что это дало мне столько сил и энергии, что я потом дальше без остановки пошел это делать постоянно. И делаю уже почти 30 лет. Первая продажа дает тебе уверенность в своих силах, дает тебе заработок, дает наглядный пример, и ты своим друзьям можешь показать, что ты это делаешь, что у тебя есть заработок. Первая продажа очень важна, поэтому нужно сделать все, чтобы она у тебя получилась. Именно она тебе дает новый заряд энергии, или новую порцию энергии, которая позволяет тебе дойти до второй продажи. Вторая продажа тебе дает еще порцию энергии, которая позволяет дойти до третьей продажи. А после третьей продажи ты превращаешься уже в привычку. И вы знаете, первый раз ты сделал то, что никогда не делал. Второй раз ты сделал то, что ты раньше не делал третий раз, ты сделал еще раз то же самое. И это у тебя уже зона комфорта, и ты уже не новичок, и ты уже владеешь навыками, точнее, ты уже приобрел навыки, которые позволяют продвигаться, выживать в этой индустрии. Первая продажа была со знакомым, и, естественно, первый круг клиентов – это были знакомые, это были сослуживцы, это были соседи, это были родственники, это были друзья. Все, что было вокруг меня, все, кому я мог подойти и сказать «привет». Для меня отказы никогда ничего не значили, как и раньше, так и сейчас. Если бы я близко к сердцу принимал отказы, меня бы уже похоронили. Потому что столько отказов, сколько я, по-моему, вообще никто не получал. Если бы я расстраивался или если бы я переживал из-за отказов, меня бы, наверное, уже похоронили. Для меня отказы не значили ровным счетом с самого начала ничего. Ничего, следующий, ничего, следующий, следующий, все, следующий шаг, следующая встреча, следующий контракт, следующий человек. Ну и что, что отказал? Я его уже давно забыл, этого человека, который мне отказал. Я уже давно забыл. И где он, я не знаю. Но я могу еще так сказать, где он и где я. Ну и что? Отказывают. Да они сами себе отказывают. Если ты будешь обижаться, ты будешь нищим человеком, потому что это эмоции, которые остаются в тебе. Отказали? Радуйся, ты еще одно нет собрал в копилку. У тебя копилка больше всех. Сколько отказов, столько и денег. Чем больше у тебя отказов, тем больше у тебя денег. Когда ты получаешь много отказов, ты делаешь очень много встреч. А если ты делаешь очень много встреч и попыток, ты получаешь много и позитивных ответов. Соответственно, чем больше ты получаешь нет, тем больше у тебя денег. Собирайте отказы, не стесняйтесь и каждый отказ принимайте позитивно.